Пусть ломается, это же хорошо, что она ломается, я буду в ней копаться, ездить мне не надо, нахер мне ездить, я буду в машине копаться, меня это устраивает, мне это нравится, годится, то, что надо, но такого быть не должно все равно, все равно надо делать качественно, а не по-китайски, и то китайцы думают, стараются, быть у них не получается, но не стараются. Мне так кажется, потому что обновляют, потому что они исправляются, делают что-то более лучшее, а здесь скрипают одно и то же, по сути дела, повторение идет одного и того же дерьма, вот там троллейбус едет, да, вдалеке, сзади меня, слева, не буду туда уже снимать, поворачиваться, я не знаю, куда он повернет, наверное, направо, оттуда, откуда я сейчас иду, Конечно, я сел бы в него, если бы он ехал, вот по этой улице, куда я сейчас направляюсь, но он едет не в том направлении движется, вон троллейбус, да, он сейчас появленет туда, откуда я пришел, вот сюда, Но мяч это не устраивает, мне это не нужно Ладно Вообще здесь такая хорошая зона зеленая, можно в бадминтон поиграть, собаке кольцо покидать там, да, или мячик побегать Ладно Там на скамейке посидеть хорошо можно, вот Отдохнуть Вот там подальше, в глубине, подальше от завоненной дороги Это сейчас, в воскресенье, машины ездят А что здесь в будние дни происходит, когда их полно? Ладно Да, без машин нельзя, они везде есть Есть Были, есть и будут Ладно Так Так Так, 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 так Ну, а это перед нами Парк Маяковского Пройдем, посмотрим, как он выглядит Что здесь происходит Происходит ли вообще что-нибудь хорошее Нужно догадаться, что место аномальное С точки зрения криминала Но все равно Пройдем здесь Может быть здесь еще что-то настроится Наладится Кто забрать Еще, конечно Парк довольно-таки заброшен Осталось ничего От аттракционов Просто какие-то заросли и все Парк Маяковского Ну, скамейка свежая Одна Две я вижу Хорошо Общественный транспорт я здесь не нашел Поэтому Пройдем по парку Маяковского Давай так, пойдем Это же центральная аллея, правильно? Солнце Солнце нам в лоб А мы А мы все равно идем Я хотел проехаться на каком-то наземном транспорте На автобусе, на троллейбусе Но нет ни того, ни сего Вообще Ладно, еще Какими-то там пересадками Как-то там ехать надо было бы Нет ничего Поэтому я Ну, думаю Понимаю решение В общем Пойти по этому парку Здесь ничего не происходит Нет признаков строительных работ Может быть, когда-то они будут Но сейчас нет Может быть, вообще-то под него уже задумали Какой-то жилкомплекс Что-то парк Маяковского А вот уже можно узнать По Вот этой Вывеске Надписи Да Когда-то ж была Жизнь культурная Кипела здесь Сейчас нихрена И уже, наверное, давно И не наверное, а скорее всего Не знаю, что это за улица Ага Это улица Мира Вот так Точно Такая напряженная улица Машин здесь Алкашня впереди какая-то Лазит Ну ладно Ну, как минимум Здесь в этом лесу Прорядили Прорядили Заросли По вырубанию Дома здесь Такие еще Еще те Еще те Да, как говорят Ладно Сейчас мы Пройдемся здесь Вообще Конечно же Надо бы обзаканчивать Сегодняшний тур Мы полазили уже прилично Вновь уже Как-то Кипят Дома здесь Дома здесь Тоже Но там вот улицы тихие А здесь улица заволенная Алкашня собирается Здесь точка сбора мусора И они здесь тоже Собираются Пасутся Заброшенный магазин И алкаши Здесь надо быть внимательнее Здесь надо быть внимательнее В конце трудового Воскресного дня Ну я как-то знаю Что опять же Не против Пусть и есть ярмин Никому не мешают Хотя Вот так вот На бандюре сидеть С каких чертей Идем Ну не знаю Специфически здесь Специфика есть везде Своя Какая-то Но Опять же Опять же Я как-то предпочел бы Другие районы Вот я смотрел Турция В Турции Есть тоже районы разные Но есть районы хорошие Алания Махмутлар Авсалар Приятно Приятно находиться Приятно выйти Что это за руины Руины Непонятно какие Ну какой-то киоск был похоже Его развалили нахрен И уехали И смылись И оставили Это пусть валяется Так Ну что Здесь перед нами Еще один живой комплекс Сколько их здесь Ну это хорошо Смотри как стоят Наверняка одно и то же Одно и то же Сто процентов Подожди Секунду Какие дома Такие Да Колоритные Хорошо Здесь вот новый Жилкомплекс Еще один Наверняка такой Как мы видели Предыдущий Как он называется Ну это мы еще Объясним Пройдем здесь Да Можно Внимание Дорога Поворот Ключин Человек Молодец Хорошо Так мы поступим Нам надо Нам надо И По форме Перебраться Перебедемся Наверное Проскощим его Быстренько Этот живой комплекс Лазить здесь Не будем Но приятно Что они делают Новое что-то Творят Могли бы и не делать Живите где хотите А так Людям жилье Наверняка Эконом-класс Судя по Планировке Участка Участок Тоже В общем Неплохой Я имею ввиду Планировка Специфическая Но Неплохая Это такая Типичная Самая простая Типичная Планировка Они не Заморачивались По поводу Как-то Какого-то Хитрого Дизайна Дизайнерского Решения Нет Хотя Оно стоит Копейки Ну Так или иначе Дома Близко Стоят Несмотря На то Что Они Близко Здесь Оно Конечно С одной Стороны Может Раздражать С другой Стороны В этом Есть Какой-то Свой Уют Поэтому Ничего Плохого Здесь Обратить эконом-класс эконом-класс можно было сделать все равно лучше дома, внутри планировка, качество, стены это само собой а спланировать можно было бы лучше участок спланировать можно было бы лучше вот так внутри спортивная площадка рожденная ну кто-то живет уже, кто-то нет кто как давай зайдем еще на территорию так мигом прошмыгнемся либо внимание сюда уходить такой жилой комплекс только цветом только цветом отличается и все в остальном разницы нет дома такие же только здесь есть у них вынужденный разброс домов в связи с тем что через территорию этого жилого жилого комплекса по территории участка проходит лэп линии электропередач и все так в остальном то же самое что мы видели до этого я бы даже сказал что это если бы не знал что это все одно и то же если бы не знал что это разные то есть что есть то есть вообще конечно типовая застройка типовая планировка вот где-то мы уже такое видели да мы видели это на предыдущих жилых комплексах и они не отличаются друг от друга ну ладно будем уходить отсюда видишь такая же буква П типа тучи над нами сгущаются ладно будем уходить отсюда жилой комплекс этот будем покидать оно одно и то же разницы практически никакой вот так машин здесь немного ну простор да по настоящему надо было бы вот так вот строить всегда вот с таким размахом такей простором строить всегда чтобы не нагнетать плотность населения чтобы просторно было ну просто это просто комфортно это нормально это как-то по нормам градостроение сделано а не бессовестным бизнес так сказать нормам правилам принципам точнее не правилам а принципам бессовестным ладно идем отсюда дизельс выход вообще конечно надо бы сделать привал но у меня уже нет времени на привал надо уже валить отсюда тень надоела как-то мне здесь смотри бизнес класс автомобиль в эконом классе жилья лучше бы наоборот сделал бы болван бизнес жилье на эконом автомобиле на хорошем эконом автомобиле чтобы безопасность была в барышню пошла сама по улице идет никого нет рядом она идет в маске не знаю что у нее в голове вот это кстати вот видим да лэп вышка мачта под нецом идет люди идут люди пешеходы идут по сути дела под этими проводами под лэп и что они подвергаются электромагнитному воздействию воздействию электромагнитных волн которые распространяются от этой линии электропередач от лэп как будем идти дальше налево или направо туда может быть не знаю ну давай трамвай не знаю как ехать не знаю вот бы на трамвай попасть наверное ну хорошо давай сюда пойдем так вот в чем дело насчет этомагнитных волн это магнитные поля они стекают с лэп с проводов да вот сверху вниз стекают и растекаются по земле и люди проходящие здесь они подвергаются воздействию этих полей причем дерьмовому воздействию ладно идем сюда потом всяческие болезни возникают потому что люди ходят каждый день здесь есть такое такая проблема существует ну что я посмотрел время уже поджимает нас конец дня и нам нужно заканчивать уже серьезно заканчивать сегодняшний поход по этому району кстати это уже индустриальный район это уже не район ХТЗ насколько я так понимаю мы уже переместились в другой район хотя улица та же улица мира наверное не знаю похоже на то в общем нужно уже сворачиваться на сегодня и возвращаться к себе на базу на сегодня уже будет достаточно того что мы накрутили и кераметража и тренинга тренинг для нас будем заканчивать только нужно выяснить каким образом закончить потому что у нас нет возможностей на данный момент по всяком случае я возможностей не вижу нужен какой-то общественный транспорт и утверждение выражение какое-то оно как-то не очень информативное не очень обнадеживающее высказывание нужно конкретно понимать иначе решения нет вопрос не решен сейчас посмотрим нужно только зайти за следующий угол чтобы ситуация каким-то образом прояснилась или в некоторой степени прояснилась если не какой-то рынок да рынок ну да ну давай пойдем сюда в эту подворотню пивнуха нужно повернуть за угол чтобы ситуация прояснилась и если ситуация проясняется когда она прояснится будет понятно что делать дальше и куда идти так здесь пивнуха как бы здесь по морде не получить за камеру ну попробуем проскочить смотри у нас на данный момент вариантов нет хорошо ну пивнуха это не наливайка там где водку над наливают не кабак хотя кабак это слишком хорошо сказано здесь торговый центр да большой магазин ну нам ничего не надо ну музон какой серьезный который будем отсюда попытаемся отсюда ретироваться вот тот магазин который я видел только что из-за угла хорошо сейчас мы находимся в этих гиблях нужно из них выбраться и там будет понятно что делать дальше кот жрут пьют все в порядке что еще надо только меня где-то носят посмотрим где мы будем в итоге так ну что мы на поверхности всплываем метро давай наверное попробуем в метро а каким образом у нас денег нет у нас нет денег чтобы оплатить проезд любопытно что это я констатировал этот факт только сейчас мне не хватает по деньгам мне не хватает я не знаю что но надо искать какое-то другое решение вопросов давай наверное пойдем на ту сторону давай в ту сторону попробуем на Тонавай попасть в подземный переход перед скочем на ту сторону так нормально да подземный переход ну в метро здесь есть такое любопытно что мне быстрее трамвай здесь точнее едет быстрее чем метро не потому что трамвай медленно точнее метро медленно едет а трамвай летит а потому что у них разный маршрут есть точки города куда на трамвай попасть быстрее чем метро хорошо здесь крючь конечно дальше большое дает это полетел я молодец хорошо по деньгам мы не вписываемся в метро 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 мы выходим в сторону сейчас повалим на трамвай выход чтобы дождь не пошел где мы сейчас итак это все еще тот район называется он индустриальный люди валят ну и мы валим так я так не 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 направляю на людей камеру чтобы никого не спровоцировать те люди конечно обращают внимание еще это я держу туда будем ехать вон тут да да на автобус это конечно лучше чем на трамвай но трамвай еще как-то ходит автобус хер вот дождешься 20 секунд и повалим на ту сторону ну ладно что ж сейчас туда там там на трамвай будем ехать отсюда будем в центр центр а я не знаю центр или нет трудно сказать какой он будет трамвай будет двигаться я знаю что до конца центр это или нет и будем ли мы проезжать центр да и какая разница мы сейчас находимся в промзоне и на базу мне тоже не в центр скажем так ну хорошо здесь трамвай я буду залазить если будет трамвай конечно опа споткнуться можно там кстати южкабель завод находится здание большое ну и здесь уже карта был так сказать не могу ну ладно а это холодопром кстати очевидно да ни хера непонятно что здесь кто здесь так или иначе там завод находится который делает мороженое надписи нет ничего нет вывески нет знаков нет а завод там есть ладно я вот вижу там далеке видно на камеру я не знаю огоньки такие это трамвай будем заканчивать на сегодня да да поэтому все наш тур на сегодня закончен позже покажу укажу я напишу сколько км я сегодня намотал время в пути а в общем так будем прощаться до новых встреч